Парада военно-морского флота Парада военно-морского флота Тем временем на Графской пристани проходит церемония приема парада. Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заслушивает доклад заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Лепилина. Парад! Дверо! Я встречу справа! На крат! Фул! Товарищ командующий войсками Южного военного округа, корабли Черноморского флота к параду готовы! Командующий парадом вице-адмирал Лепилин! Поднявшись на борт катера, командующий направляется на осмотр боевых кораблей, участников парада. На севастопольском рейде в парадном строю застыли во всей красе пограничный сторожевой корабль пограничного управления ФСБ России «Аметист», базовый тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный». Замыкает парадный строй кораблей флагман Черноморского флота гвардейский ордена Нахимова – ракетный крейсер «Москва». Командующий поздравляет экипажа с праздником, после чего сходит на берег Приморского бульвара. Достойно представляет свою страну. Сделаем все любые, что стало безумношно уходя, в дальнейшем успехе, в нелегко, но почерпно брать на друзьях на благо нас воздействия. Друзья, посмотрите, что место пропадает, а? С него заполнил. Десять часов утра. По традиции открывает парад холостой выстрел из 36-фунтового корабельного орудия 19 века. На Константиновской батарее тем временем поднимают копию кормового георгиевского-андреевского флага Брига «Меркурий», победившего в неравном бою 14 мая 1829 года два линейных турецких корабля. На выстрел открытия с набережной отвечают залпом с Константиновской батареи. Батарея! Первая! Под белоснежными парусами в Севастопольскую бухту заходит учебный трехмачтовый фрегат «Херсонес». Проходим мимо ныне несущих службу боевых кораблей Черноморского флота, он напоминает собравшейся публике о славных страницах истории нашего города-героя. В отличие от генеральной репетиции парада, в день военно-морского флота экипажи на боеприпасах и снарядах не экономили. Для гостей и жителей города устроили настоящее показательное шоу. Боевые корабли осыпали условного противника ракетными залпами и пулеметными очередями. Поддержку морским силам оказывают суши и небо. Пока артиллерийские установки очищают сектор от боевых сил неприятеля, в воздухе прикрытие обеспечивают боевые вертолеты К-52 «Черная Акула». Судно, условно захваченным террористами, уже выдвинулась штурмовая десантная группа. Их задача максимально быстро сократить дистанцию с противником и нейтрализовать угрозу, не допуская потерь среднебирного населения. Операция началась. Организованное для собравшихся представление произвело настоящий фурор. В особом восторге оказались гости города-героя, специально приехавшие на день военно-морского флота в Севастополь. На самом деле вообще очень красиво. Наши ребята показывают здесь нам штыковой бой. Здесь летают такие самолеты, корабли, просто загляденье. Полная гордость за наш флот. Ожидания оправдались? Да, конечно, с праздником всех. Вот кто не был, прям потеряли много. Мы уже не первый раз, но очень-очень впечатляющее настроение, подъем. Все это прям как при победе. Глава города Михаил Развожаев подчеркнул, для севастопольцев это главный праздник года. Город и флот – это единое целое. Сегодня мы присутствовали на потрясающем военно-спортивном празднике. Мы видим мощь, силу, современное вооружение. Мы понимаем, что наш флот развивается так же, как и наш город. И, конечно, для города главная задача – быть комфортным, хорошим таким пристанищем для наших военных моряков, которые возвращаются из дальних походов. Кирилл Попов, Денис Александрович, Дмитрий Фомин, Юрий Риутин, Севенформбюро.